привет всем это гитарный блог номер 7 поехали в этом выпуске мне бы хотелось поговорить об уроках игры на гитаре с маленькими детьми как это происходит за все это время когда я преподаю преподавать я стал с 2001 года это я акустическая гитара и электрогитара и за все это время прошло очень много народа как взрослых так и детей детей в принципе было достаточно немало вот и самое интересное что иногда нам удается как преподавателям заинтересовать детей иногда не удается то есть в силу того что ребенок просто ни в какую не хочет играть ему по каким-то причинам это чисто внутри не нравится когда родители приводят его в школу музыкально в связи с этим накопилось очень много всяких интересных фраз и историй но началось у меня все в принципе я бы даже сказал не со своих детей своих детей я тоже учил то есть я учил своего младшего сына игре на гитаре и в общем-то позанимался он совсем немного вот но тем не менее позанимался детей нужно заинтересовывать особенно маленьких детей там скажем там 45 лет какими-то играми есть например был такой интересный момент когда мне нужно было научить ребенка играть звук то есть ему что делали то есть я ему говорил что вот этот зверек там брал какую-то там поделку любую вот такое и этот зверек у меня летел то есть ребенок должен был сделать что то есть он должен сыграть звук они же как дети играют вот так и все а то и вот так вот и для того чтобы ребенку сказать что нужно сыграть вот так ему нужно какой-то игровой форме Вот это, в принципе, была игровая форма, чтобы он держал звук, а в этот момент какой-то предмет перелетал огромный обрыв. То есть я приходился говорить, что вот, представляешь, смотри, вот эта игрушка, она может упасть в обрыв и разбиться. Ты же не хочешь, чтобы она разбилась? И было так, что мальчик вот так держал изо всех сил, вот с такими глазами, ноту. А я делал так, я специально замедлялся, чтобы нота была такая длинная-длинная. То есть не так, что он раз и перелетел. А вот она летит, 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 летит и прилетела, и все. Это первый способ такой. Но после такого способа ребенок вам, знаете, что скажет? Вот, и это самая такая, наверное, топ из фраз, когда ребенок занимается, 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 а потом через какое-то время говорят, а сколько до конца урока осталось. Педагогов, особенно для старой закалки, это как быку красной тряпкой помахать. Тоже, и еще есть такие дети, которые, например, у них в голове какие-то... Ну, то есть, приходишь заниматься, то есть, ты с ним занимаешься, занимаешься, то есть, объясняешь, что-то такое там музыкальное, какие-нибудь композиции, а он так поворачивается к тебе, там что-то там играет, допустим. Ну, дети же играют, у нас что? Они же не играют. Какие-то такие штуки, хотя... А они играют там. Ну, чтобы... Потому что это просто, и это у всех на слуху, особенно ребенок, то есть, особенно, когда ему песню эту споешь, он ее уже знает, и ее уже играет. Но после такого способа ребенок вам, знаете, что скажет? Когда педагог приходит играть на какой-то... Ну, к ученику домой, ребенок в своей ауре, в своем мире живет там, и у него там не гитара, у него там Майнкрафт, потом там, не знаю, там еще всякие там блоги на Ютубе там, и порой так думаешь, чем же... Как же тебя зацепить так, чтобы ты прямо вот зафанател? И также, например, когда у ребенка ритм не получается, большие дети понимают, зачем там мы хлопаем. То есть, например, когда, например, там мы играем, там, скажем, какой-нибудь ритм такой там... Вот. И та-та-та-та, па-па-па-па-та-та. Это сложный ритм. Когда уже более сложный ритм, то приходится стучать в ладоши вот так. И в связи со всем вышесказанным хотелось бы, конечно, обратиться в первую очередь к педагогам, которые, возможно, смотрят этот гитарный блог седьмой. Как вы заинтересовываете детей? То есть, что вы для этого делаете? Понятно, что, например, мы иногда спрашиваем у них, какие они мультики смотрят, какие у них любимые мелодии. Вот. И порой даже тяжело найти что-то такое. И было бы очень интересно, если бы вы написали в комментариях, как вы заинтересовываете людей, поделитесь опытом, чтобы это пошло на пользу всем нам. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Пока. Продолжение следует...